Уважаемые коллеги, мы только что, Василина задала мне вопрос, который я попросил перезадать, когда включу запись. Да, в каком все-таки в итоге формате готовится доклад? На государство. На государство, да. То есть мы пересказываем какие-то свои там доводы, запротив приводим или как это все-таки? То, что ты в последнее сказал, это программа максимум, программа минимум, то есть задача номер один – это пересказать для тех, кто не читал. Пересказать. Потом дальше ты делаешь с этим пересказом, что хочешь, потому что тебе выдается столько времени на доклад, сколько ты потребуешь. Это не 10-минутный, даже не получасовой доклад. Можешь и в полчаса уложиться. Меньше, чем за полчаса вряд ли ты релевантно прям доложишь, расскажешь. Надо все-таки обстоятельно рассказать, так чтобы все поняли. Но если хочешь, ты можешь оспаривать Платона или защищать его. Если хочешь, можешь назначить себе оппонента. Вот как сегодня мы это делаем с мистером Никитой. С мистером пустое кресло. Но он скоро придет и заполнит своим существованием упомянутый предмет мебели. Вот, кстати, и он. Ты можешь назначить себе оппонента, если хочешь. Но если хочешь такой максимум-максимума. Это будет здорово, весело и так далее. Или ты просто можешь рассказать, если как бы хочешь поскромнее. Просто пересказать, чего там как и почему. И все. Так, значит, дальше меня сменяет Лиза, она читает. А Никита у нас сегодня не смененый. А, подожди, подожди. Сейчас я включу демонстрацию. А, она включена. Все. Все. Давай. Сократ. Замечаешь, Минон, до каких пор он дошел уже в припоминании. Сперва он, так же, как теперь, не знал, как велика сторона восьмифутового квадрата. Но думал при этом, что знает. Отвечал уверенно. Так, словно знает. И ему даже в голову не приходила мысль о каком-нибудь затруднении. А сейчас он понимает, что это ему не под силу. И уж если не знает, то и думает, что не знает. Ну, здесь я напоминаю тезис Никиты. А с чего это называется припоминанием, если он не знает и понимает, что не знает. Только потому, что Сократ ему помог узнать о своем незнании. Минон, твоя правда. Сократ. И разве не лучше теперь обстоит у него дело с тем, чего он не знает? Минон, по-моему, лучше. Сократ. С незнанием, да? С незнанием у него все гораздо лучше теперь, чем было. Так разве мы нанесли ему хоть какой-нибудь вред, запутав его и поразив оцепенением, словно скаты? Он ему помог припомнить о своем незнании. Тоже сложно с этим, потому что Сократ-то утверждает, что есть знание врожденное. Но для этого нужно незнание. Для того, чтобы вспомнить знание, нужно столкнуться с незнанием. Ну, это как точка и входа, и опоры. Окей. Ну, пока вот так подвесим. Это все еще не ответ и точно не разгром Никитанова контраргумента. Но про вампиров тут уже, да, это есть некоторое. Ну, да. То есть это просто заблуждение. А то, о чем... Ты не знаешь, о чем больше. Миллион людей пришли к этому заблуждению. А к знанию о точке пришло, может быть, несколько десятков человек, а остальные за ними повторяли. А то я один вообще. Ну, или в клипку. И что? Ну, то есть о чем это говорит? А как тогда, с чего вы взяли, что есть какое-то припоминание? Если только один или несколько десятков человек. Просто к твоему аргументу, что в разных частях мира разные люди могут одновременно приходить к кому-то знанию. Друзья, здесь я хочу подвесить наш спор. Ну, потому что Сократ дальше будет еще развивать эту идею. Вряд ли она опровергнет сейчас антитезу Никиты. Вряд ли она опровергнет. Но давайте дальше развивать. Но я хочу сказать, Никита, что количество человек не является вообще доказательством. Это поселение на это предначальное утверждение было, что мы это помним, потому что разные люди к этому знанию приходят. А имелось в виду, в смысле, тут про истинное знание. В смысле, что ты не один синтезировал, а что его могут синтезировать. А, да, кстати, вот еще. Вот еще что. Кант, он ведь что утверждает? Вот это знание есть априорное, апостериорное. И знание также может быть аналитическим, может быть синтетическим. Аналитическое знание достает то, что есть уже отсюда. Оно не изнутри, короче говоря. Оно не привносит, оно не синтезирует. Оно не берет какое-то еще внешнее знание, чтобы здесь выработать новое. Аналитическое знание, фактически здесь получается, что Кант чуть ли не из диалога Минону выходит, хотя он не признается в этом. Что аналитическое знание, оно берет, как сказать, оно берет само себя и из себя достает ничего нового. Но это новое знание. Мне бы закатилось все-таки сделать предположение. Скорее всего, в Сократово-Платоновской школе были вот эти все мистические концепции, скорее всего, доставшиеся от их погорейцев про переселение душ, про припоминание знаний, вот это все. А дальше эти концепции принимались уже на веру с очень шатким каким-то основанием, а дальше уже на их основе вполне логический язык. Скоро уже из этих концепций. Я готов с этим предварительно согласиться, потому что вообще концепция, что Логос пришел на смену мифосу, и Логос – это разрушенный мифос, по-моему, не очень концепция. Потому что, читая Платона, мы видим, что одни мифы заменяются другими. Так что, похоже, что действительно они вообще набираются прежде всего на металлогию. Ну, а так вообще, если взять там 19-20 век, то есть страшно очаровательное учение Юнга, которое говорит, вот, существуют вообще объективные архетипы, и поэтому одни и те же сны могут присниться какому-то островитянину, какому-нибудь швейцарскому. Потому что существуют вообще объективные архетипы, и можно прикоснуться спонтанным образом во сне. Поэтому, то есть, по сути, новый миф создавал. Да, конечно. Который до сих пор новый старый. Даже не умер, а до сих пор молодой. Не, а он страшный, но он страшный. Ну, хорошо. Идем дальше. Так, вред. Минон. По-моему, ничуть. Сократ. Значит, судя по всему, мы чем-то ему помогли разобраться, как обстоит дело. Ведь теперь, не зная, он с удовольствием станет искать ответа. А раньше он, беседуя с людьми, нередко мог с легкостью подумать, будто говорит правильно, утверждая, что удвоенный квадрат должен иметь стороны вдвое более длинные. Минон. Да, похоже, что так. Так, Сократ, что же, по-твоему, он не зная, но думая, что знает, принялся бы искать или изучать это до того, как запутался? И поняв, что не знает, захотел узнать? Минон. По-моему, нет, Сократ. Но, понятно, да, здесь ценность опории Сократа. То есть, Сократ говорит, что он выстраивает опорию для того, чтобы человек вообще заинтересовался поиском. Без этого этой заинтересованности не существует. Сократ. Не это ли у нас четырехфутовый квадрат? Понимаешь? Раб. Это. Так, это вот новый рисунок, да? Квадрат четырехфутовый. Сократ. А другой равный ему квадрат, мы можем к нему присоединить? Раб. Конечно. Сократ. А еще третий, равный каждому из них. Раб. Конечно. Подожди, как присоединить? Не понял. Другой равный ему квадрат может присоединить? Тогда это будет прямоугольник, да? Не квадрат, если мы присоединяем к нему такой же. А третий, равный каждому из них. А если третий, равный каждому из них, то это будет опять квадрат, да? Если мы с другой стороны присоединили. А, ну вот это и нарисовано. Сократ, а вот этот угол мы можем заполнить, добавив точно такой же квадрат. Раб, ну а как же? А, равный каждому из них, это такая буква Г появилась, и тогда угол заполнили таким же квадратом. Просто четыре двухфутовых квадрата, да? Нет, четыре квадрата, сторона, каждая из которых равна двум футам. Они просто построили с четырех. Просто сделали то, что и в начале. С четырехфутовый этот маленький, два на два. Потом вот он построил, уже четыре на четыре. То есть шестнадцать футов, короче, да? В итоге они сделали то, что в начале. Так. И тогда получается у нас четыре равные фигуры. Раб, получается. Сократ. Дальше. Во сколько раз все вместе будет больше первого квадрата? Раб. Четыре. Понятно. Сократ. А нам нужно было получить квадрат в два раза больший. Помнишь, Раб? Помню. Сократ. Вот эта линия, проведенная из угла в угол, разве она не делит каждый квадрат пополам? Раб. Так. Линия. Еще раз давай. Словно уже вот так строят. Каждый квадрат пополам линия делит. Да, диагонали квадратов. Из угла в угол. А, из угла в угол каждого четырех квадратика. Под квадратика. Так, хорошо. Дальше. Так, делит. Сократ. Так разве не получается? У нас четыре равные между собой стороны, образующие вот этот, в кавычках, новый квадрат. Ах ты, подонок. Это что, четырехфутовый квадрат? Восьмифутовый квадрат получился? Часть. Ах, иди. Опять же, да? Они же числа-то делить никак не могут. Они же с помощью геометрии ищут варианты. Они же не с помощью числа. Числа-то делают. Слушай, каков мерзавец. Ну, откровенно говоря, здесь я уже на стороне Никиты, да? В смысле, блин, ты ему задаешь вопросы. Наводи просто наводящие вопросы. А если так, как ты думаешь? Вот можно так сделать? Да. Видишь, Минон, я только вопросики задаю. Точно ли так? Точно ли так? Да. Он не говорит ему. Он все вопросы закрытого типа, да? Ни одного открытого вопроса ему задает. Какое-то преподобие. Поскольку раз все вместе будет больше первого квадрата. Не, ну это уже как бы, ну тут уже, ему ничего не остается. Ага. Чем это отличается от его обычных диалогов с всякими аристократами? Ничем. Что раб, что аристократ? Раб просто у раба вакугуляр. Да нет, все так же. Ну да, раб типа геометрии не выучен, а вот смотрите-ка, да? Ну, фокус-то в этом, да? Ну, на самом деле, фокус как раз в том, что Сократ хороший педагог у нас получается. Это есть. Ну, не встал. Такая гуманистическая педагогика, которая в диалоге строится, а не в участии в лекции. И получается, он тут, и тут внезапно показывает, что даже раба можно учить геометрию. В этом смысле... Правильным подходом. Революционно-гуманно, правда? Да. Гуманистически. Ну, что, ладно, поехали. Давай, во сколько раз? Так. А, а теперь посмотри, какой... Так. А теперь посмотри, какой величины он будет, раб. Не знаю. Сократ. Но разве каждый из четырех, в кавычках, малых квадратов не разделен такой линией пополам? Так или нет? Раб. Разделен. Угу. Сократ. Сколько же таких, в кавычках, треугольных половинок будет в этом, в кавычках, новом квадрате? Раб. Четыре. Четыре половинки, значит, двое. Все. Логика очень простая. Ну, если так. Сократ. А в этом, в кавычках, маленьком, раб? Две. Сократ. А во сколько раз четыре больше двух? Раб. Вдвое. Сократ. Во сколько же футов у нас получился квадрат? Угу. Раб. Восемь футов. Сократ. А из каких сторон? Раб. Вот из этих. Сократ. Ведь это линии... Что это он отвечает? Вот из этих. Не пойму. Ну, вот. А, в стороне диагонали. Сократ. Ведь это линии, проведенные, в кавычках, в малых квадратах, из угла в угол. Раб. Ну, да. Сократ. Люди-ученые называют такую линию диагональю. Так что, если ей имя диагональ, то ты, Менонов-раб, подтверждаешь, что эти диагонали образуют наш удвоенный квадрат. Раб. Так оно и есть, Сократ. Сократ. Ты что знаешь? Боже мой, бедный мальчик. Ты, Менонов-раб, подтверждаешь. Менонов-раб, ты, Менонов-раб, ты, Менонов-раб. Менонов-раб, ты, Менонов-раб. Тасовка. Слушай, тут даже смотри. Он не научил раба новое знание дать. Он научил раба, как логически согласиться с утверждением самого Сократа. Ну, нет, он, в смысле, ему скорее уж показал тогда знание. Да, показал. Потому что он смотрит, говорит, а, ну, действительно так. Он показал и объяснил, почему. Там вдвое больше, а это четыре вдвое. Вот оно, значит, вдвое больше. Сократ. Значит, эти мнения были заложены в нем самом, не так ли? Менон. Так. Менон-раб, да? Да, но я же говорю тот же самый. Сократ. Получается, что в человеке, который не знает чего-то, живут верные мнения о том, чего он не знает. Менон. Видимо, так. Сократ. А теперь эти мнения зашевелились в нем, словно сны. А если бы его стали часто и по-разному спрашивать о том же самом, будь уверен, он, в конце концов, ничуть не хуже других, приобрел бы на этот счет точные знания. То есть, господин Сократ, вы хотите продать нам свой категорический метод. Потому что нужно не читать лекции, а задавать молодящий вопрос. Хорошо. Но не буду повторяться. Ладно, повторюсь. Пришел только припоминание. Как это доказывает ваше... Напоминаю свой вопрос. Припомните мой вопрос. Так, значит, что Сократ здесь? Из текста отвечает Никите. Он говорит, что все равно они там как сны могут не шевелиться. А я вот расшевелил палкой, ну, под разговором. Ну, палкой, которая у меня в песке чертил. Расшевелил какие-то верные мнения, которые и так были в нем. То есть, если бы это был не я, а кто-то другой, они бы такие же были верны у него. А, значит, его верные мнения – это некая способность к логическому мышлению. То есть, вот это знание он вспоминает. То есть, вот эта способность, получается. У него есть способность к логическому последовательному мышлению. И эта способность вот сейчас проявилась. Да? Видимо, ему нужно, ну, если он будет задавать верные вопросы, и он узнает, то, возможно, здесь речь идет о вопрошении к самому себе. Того, кто знает, тому, кто еще пока не знает. Ну, душа как знающая, а мне нужно вспомнить. И вот это вопрошение, которое обращено к самому себе, оно и есть припоминание. Вопрошение к самому себе, да. В итоге этого разговора раб, в принципе, сможет теперь вести диалоги с самим собой. Ну, да. И если он будет вести диалоги с самим собой, он исключительно изнутри, а осенью снаружи, будет добывать знания. В таком случае, в любом случае, получается, что это припоминание, это знание, спящее в логике. Если он подчиняется логике, он добывает это знание. То есть, это в логике знания. Сократ. При этом он все узнает, хотя его будут не учить, а только спрашивать. И знания он найдет в самом себе. Ну, да. Сократ. А ведь найти знания в самом себе... А можешь по-нибудь чуть-чуть? Да. Хотя бы паузу делать, чтобы успеть... Хорошо. Сократ. А ведь найти знания в самом себе, это и значит припомнить. Не так ли, Минон? Конечно. Видишь, в самом себе найти знания. Потому что в себе, да? А раз в себе, то припомнить. Но простой обувь. Айнаня, как? Как работаешь? Ну, как хорошо. Какие-то знания мы можем припоминать. Как из этого следует, что любое знание мы припомимаем, находясь в самом себе? Ань, у меня есть ответ. Не любое. Сократ что говорит? Знания сверхприродные. Не то, как у ящерки хвост отрастет. Не об этом речь. Знания сверхприродные, нематериальные, то есть идеальные знания, мы помним. Потому что геометрия, это не природная знания. Ну, понятно, да, что изначально она из природы, конечно, делась. Но сейчас, да, это некий идеальный, как сказать, сущность геометрия. Ну, вот тут вопрос, опять же. Может ли человек припомнить, что такое точка и прямая, и что параллельные прямые не пересекаются, если ему это знание не заложено? Да, ответ нет. Потому что ему необходим субъект, который его в этот субъект погружает. Как это было на примере. Да, Сократ разворошил это диалогом, а теперь он сможет без Сократа. Но изначально Старт задает другой. Ну, то есть, да, ты должен заразиться этим как бы. Да, а Сократ, кстати, с этим и согласен. Потому что он и в других диалогах говорил, что диалоги необходимы, необходимы другой, необходимы глаза другого. Я должен смотреть в отражение себя в душе другого. Ну, да, ну, то есть у тебя заведомо есть эта способность, да, но просто без толчка другого субъекта она у тебя не пробудется. Так оно устроено. Я смотрю, тут же получается, у этого парня есть знание уже о том, что такое квадрат. Да. Вот это самое базовое геметрическое мышление. У него есть. Его не припоминало. Ну, ему господин говорит, иди вон, выкопай квадратную ерунку. Ну, то есть, в смысле, он уже знает, что такое квадратное. Ну, особенно, если он из дома, господина понятно, что он здесь, да, и посчитать может, и на рынок сходить, да, и как бы оперирует. Да, да, да. Сократ, значит, то знание, которое у него есть сейчас, он либо у него было, тут или на переводе, да. Там было шоу на шоу. Так, Минон, да. Сократ, если оно всегда у него было, значит, он всегда был знающим. А если он его когда-то приобрел, то уж никак не в нынешней жизни. Не приобщил же его кто-нибудь к геометрии. Ведь тогда его обучили бы всей геометрии, да и прочим наукам. Но разве его кто-нибудь обучал всему? Тебе это следует знать хотя бы потому, что он родился и воспитывался у тебя в доме. Минон. Минон. Минон, хочешь сказать. Подожди. Его кто-то научил по знанию о том, что такое квадрат. Без знания о том, что такое квадрат, естественно бы вообще никакого бы этого диалога не состоялось. А Минон, и Сократ опять кидает Минону, так сказать, не кидает палку, скорее наоборот, кидает ему ловушку, потому что Минон-то, ну, он так, он не будет так толкомыслить. Он тут да, согласится. Ну, конечно, а геометрии не обучали. Но ведь что такое квадрат, это же тоже уже геометрия какая-то базовая. Концепция квадрата, это тоже уже абстракция, которую нужно научить. Но он же говорит, если его не обучали всей геометрии. А он, видишь, Галь, вот здесь я тоже за Никиту выставлю, что он говорит, не приобщил же его кто-нибудь к геометрии, ведь тогда вы обучили бы всей геометрии, да и прочим наукам. Нет, подождите. Ну, его могли приобщить к геометрии, и здесь остановиться, как с рабами и делаются. Да, и прочим. Просто приобщили и пошли дальше. И прочим наукам, можно и всей геометрии обучить, прочим наукам не обязательно. Ну, собственно, да, кстати говоря, геометрия не нуждается в прочих там. Не в истории, не в чем-то еще, они нуждаются. А в чем сейчас, как бы, претензия? Ну, претензия в том, что он Сократа, конечно, берет, вот, так сказать, использует логику. Типа, ну, смотри, парни, они учили геометрию, а он взял и выучился. Ну, знать, знать, что такое фигура квадрат, и даже он у меня в детском саду, дети знают. Это и дело, в том-то и суть. Ну, геометрию они не знают. Они не знают, но, опять же, это знание, оно уже все равно идет в скульптуру, оно обучено, что такое квадрат, это все равно тебе должно объяснить, это именно, это абстракция квадрата. Когда человек не знает на том, что в каждом мышлении, он не будет знать никаких квадратов. Ну, мы только уже, что, как бы, да, обсудили этот момент, что ты вообще, в принципе, не будучи в культуре, ты и человеком не будешь. У тебя в сознании и в самосознании даже не появится. В этом смысле, да, у меня апраксия, знаешь, такого квадрата. В этом смысле, потому что игрушечка в виде квадрата, это не значит, что она приобщена к ней методам, да? Конечно. Но все равно, опять же, она берет, видит, что есть общий между этим квадратом и этим квадратом, они все квадраты, и она выделяет уже абстракцию квадрата, которая существует независимо от того. То есть она интуитивно схватывает, что стороны равны, она это не знает, словами она это еще не скажет, но интуитивно уже схватывает. Когда он здесь рисует этот квадрат, он все равно уже какую-то прям абстракцию-абстракцию дает, кажется. Тебе кажется, потому что попроси ребенка нарисовать квадрат, он тебе нарисует квадрат. То есть это расскажет, что это квадрата. Если он будет знать, что это квадрата, а попросишь ли ты ребенка, а если ты попросишь вот этого гаитянского лукаря, который не проходил через систему образования, который никогда в жизни не игрался с игрушками. А как ребенок грудной знает, где материнская грудь и ползет к ней? Ну, рефлекс. Грудь, биологический. Нет, но все-таки грудь — это не квадрат. Как ждал очевидность. Грудь — это не квадрат. Это эльфлекс. Мне кажется, что все-таки сложнее все с введением ребенка в культуру в контексте того, что даже просто, например, ребенок может долго не разговаривать, например, он находится в культуре, но в какой-то момент начинает он, например, просто полноценно разговаривать. Многие вещи ему не все подряд ему разжевывают, но он просто как будто бы влетает в культуру и начинает в ней ориентироваться. А какие-то вещи, например, нужны для разъяснения, а какие-то, пословно, не нужны. Не, ну понятно, к чему тут привязался Никита, к тому, что Сократ оперирует какими-то якобы псевдофактами и начинает ими манипулировать, а там, ну, просто хочется сказать, слушай, в принципе да, но не обязательно, да, а Сократ в этом смысле как софист. Ты же не будешь отрицать, вот смотри, четко, опоследовательно. Понятие равенства, понятие числа, это что же, как бы, еще что-ли? Смотри, числа, а не что же, как сказать, я нескольку помню, в каких-то в архаичных языках уже, по-моему, 1, 2, 3 основном есть. В основном есть, ну, Лев Брюль описывал, да, 1, 2, 3 есть, дальше проблемы. Очень большая. В некоторых языках есть 4, но в основном там дальше много идет. И, по-моему, даже, что где-то 3 барана и 3 лошади, это... Это не ровно, это разные числа. Это разные, конечно, да, 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 они не могут абстрагироваться. и, по-моему, это не ровно. Ну, там как-то очень сложно у них устроено, потому что у них нет числа, например, они не считают, да, большое количество баранов, но если нет одного барана в этом огромном количестве, они видят, то есть они видят, что так, мне не хватает одного барона, но он не считал это все. Ладно, давайте дальше идти, потому что здесь более-менее понятно, о чем речь, Минон, да, я отлично знаю, что никто его ничему не учил. Сократ, а все-таки есть у него эти мнения или нет? Минон, само собой есть Сократ, ведь это очевидно. Сократ, а если он приобрел их не в нынешней жизни, то разве не ясно, что они появились у него в какие-то иные времена, когда он и выучился, в кавычках всему? Ага, ну, смотрите, здесь Никиту даже опережаю, я уже отвечу на нежаданный вопрос. То есть давайте не смотреть наивно на этот текст, и если он приобрел их в нынешней жизни, то речь о том, что все-таки у него есть способность к логике, а значит, есть два времени, историческое или феноменальное время и логическое время. То есть иные времена, когда мы говорим, это не обязательно имеется в виду прошлая жизнь или что-то еще такое. необязательно. То есть есть некое логическое время, способность сама по себе, способность логической мысли. Откуда эта способность берется? Большой вопрос, но мой тезис из языка, язык так устроен, если он вырос в этом языке, ну и все. Ну, ладно. Минон, и это очевидно. Сократ, не в те ли времена, когда он не был человеком? Минон, те самые. Да, еще раз, то же самое. Вот здесь берем там, ну, я вот вспоминаю, например, этого Лакана, который говорит, что такое субъект? Мы же думаем, что субъект это индивид, субъект это место в дискурсе. И все. Ну, он там сложнее говорить, чем я сейчас, типа в одной ситуации ты субъект, в одной модели ты субъект, в другой модели ты объект. Ты объект, да, но дело даже не в этом. Дело в том, что, то есть субъект это в каком-то смысле не человек. Другая история. Это модель. Человек это модель или миф. Да, субъект это некая функция дискурса, короче, вот так. Субъект это функция дискурса. Дискурса есть аргументация, есть функция. Вот это функция дискурса. Один компьютер по отношению к другому может быть и клиентам, и сервисам. Ну да, да, вот они участвуют в дискурсе между компьютерами. Опять же, да, эту фразу можно и так прочитать. Сократ, а поскольку и в то время, когда он уже человек, и тогда, когда он им еще не был, в нем должны жить истинные мнения, которые, если их разбудить вопросами, становятся знаниями, не все ли время будет сведущей его душа? Ведь ясно, что он все время либо человек, либо не человек. Так, вот это, конечно, фраза для меня последняя какая-то взрывная. Ведь ясно, что он все время либо человек, либо не человек. То есть, а почему бы ему одновременно не быть человеком и не человеком? Ну, ладно. Почему бы одновременно не быть функцией дискурса и не человеком? Минон, разумеется. Сократ, так если правда обо всем случаем живет у нас в душе, а сама душа бессмертна, то не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не помним? Минон. Секунду, секунду. Не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем? То есть сейчас не знаем, значит не помним, да? Правда, похоже на продолжение просто какого-то мотивационного спичек. Это понятно. Нет, я вот это вот сейчас не знаем, то есть не помним. То есть не память, это не значит, что мы не можем этого припомнить. Тут вот такая логика, я вот к этому. То есть если мы сейчас этого не помним, это не значит, что его у нас нету, да, внутри. Это значит, нужно вспомнить. Сам не знаю почему, Сократ, но мне кажется, ты говоришь правильно. Сократ, мне и самому так кажется, Минон. Впрочем, иные вещи нам особенно отстаивать не придется. А вот за то, что мы, когда стремимся искать неведомое нам, становимся лучше и мужественнее, и деятельнее тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать, за это я готов воевать, насколько это в моих силах и словом, и делом. Ну, опять тут, да, воевать значит принять смерть. То есть здесь как бы предсказания свои не будут. Минон, и это, по-моему, ты очень правильно говоришь, Сократ. Сократ, ну, раз мы пришли к согласию насчет того, что неизвестное надо искать, то не хочешь ли попробовать общими усилиями отыскать, что же такое добродетель? Минон, очень хочу, Сократ. С чего начали? Вот он как раз, да, вот здесь он раз и подошел. Но еще охотнее я исследовал бы вопрос, который задал вначале, или послушал бы, что ты сам скажешь о том, следует ли браться за дело так, словно добродетели можно выучиться, или же она присуща человеку от природы, либо достается ему на долю каким-нибудь иным образом. Так, подожди, подожди, давай последнюю фразу усвоим. То есть он говорит, что добродетель тоже можно вспомнить. Мы все еще не знаем, что это такое, но он говорит, что о нем можно вспомнить. Да. То есть он думал, что Минон, вот он вначале диалогом пытается с Сократом спорить, а теперь все, раз, он становится уже в ученической позиции. Да, ты меня разбил, убедил, все, теперь я тебя слушаю, задаю тебе вопрос, научи мне, пожалуйста, Сократу. У меня такое. Ну, ты победил меня, значит, все, да, один раз победил, уже все, я сдаюсь, я вообще не спорю с тобой. Правда, смиряется, получается. Ну, так побежден. Я теперь по силе, делаю, что хочется. Сократ. Если бы я мог повелевать не только собою, но и тобою, Минон. Мы бы ни за что не стали исследовать, можно ли научиться добродетели или нельзя, прежде чем мы нашли бы, что же такое сама добродетель. Так, еще раз. Все равно надо найти, что оно такое. Но теперь, раз ты не пытаешься повелевать собою, не желая терять свободы, а мной и пытаешься повелевать, и повелеваешь, я уступлю тебе, что поделать? Что-то я не понял, это шутка какая-то? Где он это повелевает? А, именно, когда он просит его рассказать, получается. А, это он так, типа, ты повелеваешь. Ну, я понял, шутка юмора. Да, типа, хочешь сделать из меня учитель, приказываешь мне рассказать. Приказываешь мне подчинить. Мне потому что самому подумать, говорит мне, расскажи. Приказываешь мне подчинить тебя? Ну, что же я могу подделать с этим приказом? Не могу я слушаться. Как видно, придется исследовать, каково то, о чем мы не знаем, что оно такое. Но все же выпусти меня из-под своей власти, хоть на самую малость, и позволь исследовать, можно ли научиться добродетели или приобрести ее каким-либо еще путем, исходя из некой предпосылки. Когда я говорю, исходя из предпосылки, я имею в виду то же, что часто делают в своих исследователях геометрии. Если кто-нибудь спросит их насчет площадей, можно ли в данный круг вписать треугольник данной площади, один из них, вероятно, ответит. Я не знаю, возможно ли это, но считаю, что нам будет полезно исходить из некого предположения. Так, стоп, стоп, стоп. И вот я хочу... Да, спасибо, что выделила. Я хочу обратить внимание, это тот же самый метод, что был у Парменида. Помните, вот это размышление по методике «если то». «Если это возможно, то и дальше пошли размышлять». Это будет и в диалоге Парменид. И вот та же самая методика. А вот это мышление, оно уже получается, оно не мифологическое идет, смог себе. Вот он только что... В мифе такая конструкция не будет. Невозможно. А вот он только же сказал, что это мышление геометрическое. Да. А геометра в данном контексте это то же самое. Примерно тоже, что геодезист. Это не то, что ученые, которые занимаются геометрией, это именно геометрия. Ну, я думаю, что после Евклида уже нет. Евклид же, по-моему, ну, либо одновременно с Сократом был, либо после... Ну, время не было. И Евклид где-то тут. А, Платон... У него не учился. А, подожди, я что-то забыл. Алкивиад учился у Евклида, да? Я в лекции где-то говорил. Алкивиад учился у Евклида. Дата рождения 325 год до нашей эры. Ну, то есть это будет Евклида? Да. То есть это вообще после Евклида? Он что, младше? Младше, правда, учился? Да, прям после Евклида, получается. А, ну да, в Александрии родился. То есть это уже для Александра. А, все. Уже Александра. А, нет, подожди. А кто же учился у Евклида? Ладно, бог с ним. Короче, я чем-то где-то напутал. Так я хотел сказать. Ну, а Пифагор-то? Пифагор-то не прагматически геометрию изучает. И даже... Ну, Фалис еще прагматически. А Пифагор уже как наука вообще. Ладно, бог с ним, с Евклидом. Но, тем не менее, я думаю, что геометр это все-таки ученый. То есть для Платона, помните, да, не геометр, да, не войдет в Академию. То есть почему? Сначала будь любезен, отучись в геометрии, потом заходи, слушай мои лекции, потому что иначе ты просто не поймешь. То есть надо сначала освоить вот это мышление. Школьную математику изучать. Да, ну вот абстрактное мышление. Числов еще не было, это мышление, а вот фигура. А вот получается, что математика дается. Вот она зачем дается, чтобы вообще можно было дальше учиться. Уже не получится, иначе. Даже если ты гуманитарий. Особенно если ты гуманитарий. Да, если человек гуманитарий, он считает, зачем ему школьную математику? Да, ну это сухие цифры какие-то непонятные. Зачем базовое гемес, да? Да, да, да. Не, нам на философском очень быстро объяснили. То есть если вы можете абстрактно мыслить, значит у вас развитое воображение. Если у вас развитое воображение, вы можете быть гуманитарием. Иначе до свидания. Ну все, нет. Если вы математику без лука, извините. Вы там что-то рассказываете про себя. Какие вы гуманитарии. На самом деле не вы. Ну, спорный тезис, потому что гуманитарий до сих пор, да? Как бы все математики старше. Ну все, в большинстве. Ну, идея ясна. И для Платона это было, ну, абсолютным таким требованием. Просто, ну. То есть я еще раз повторюсь. Повторю то, что я говорил. Как Алкивиат является введением в философию вообще, диалог Алкивиат, так диалог Менон является введением уже в академическую философию. То есть в философию Платона. То есть это за тем, чтобы понимать Платона вообще. Это в академии уже после смерти Платона преподавали Менон. Нужно прочитать Менон, чтобы стать слушателем. Ладно. Едем дальше. Если этот треугольник таков, что на одной из его сторон можно построить, в кавычках, прямоугольный треугольник такой же площади, в кавычках, вмещающийся в данный круг. Так. Кто-нибудь понимает? Треугольник, который влазит в круг, да? Если он таков, что на одной из его сторон, на одной из его сторон, внешне что ли, извне, можно построить прямоугольный треугольник. Там нет как-то дальше. Подожди-ка, стоп, сейчас. На одной из его сторон? На одной из его сторон. А, смотри, можно построить прямоугольный. Да, смотри, то есть мы вписываем, получается, в круг этот треугольник, а потом на одной стороне вписываем еще. Вот одна сторона, получается, опора этого нового треугольника, который вписывается в круг. Но она не обязательно, вся сторона расходуется, да? Сейчас посмотрим. На одной из его сторон. А, ну тут, в принципе, это не особо важно, потому что дальше следующая фраза. Думаю, я получится одно. А если этого сделать нельзя, получится совсем другое. Вот, если он не должен, простите, просто у меня очень можно было не заморачиваться. Да. Хорошо. А, ладно. Исходя из этого положения, я охотно скажу, что у нас получится. Можно ли вписать нашу фигуру в данный круг или нельзя? Так и мы, не зная ничего о добродетеля, ни что она такое, ни какова она. Будем исследовать, можно ли ей выучиться или нет, исходя из некой предпосылки и говоря вот так. Если добродетель – это одна из тех вещей, которые относятся к душе, можно ли ей выучиться или нет? Прежде всего, если добродетель – это не знание, а что-то иное, можно ли ей научиться или, как мы сейчас сказали, ее припомнить? Ведь для нас теперь нет разницы в том, каким словом пользоваться. А если ей можно все-таки выучиться? Или ясно, что человек, обучаясь, приобретает только знание? Короче говоря, он здесь привязывает вот те самые гуманитарные рассуждения о добродетели к геометрии, что это настолько же строго. А на каком основании? На основании треугольника. То есть он опять какое-то непонятное логическое умение делает? Типа раз треугольник так может, другие отходят, то и так. Просто потому что и то, и другое идеи. Ну, да. То и другое идеи, то и другое сверхчувствительные идеи. Они априорные. Такая логика. А следовательно, подходить к ним одинаково. Ну, почему-то ненадолго. Опять такая логика подобие, что ли? Только более высокоуровневая, но все равно логика подобие. Логика подобия, очевидно, да. То есть он одного подавляет другому. Он рассказал, он показал нам фокус с геометрией. Логика подобие, чтобы проиллюстрировать нам, как надо работать с идеальными категориями. Ой, знаешь, чем обвинять Сократа? Здорово. Придумал новое обвинение Сократу. То, что он занимается софистикой, но для каких-то более высоких. Той же софистикой, но для более высоких каких-то целей. На более высоком уровне. То есть не для того, чтобы людьми в судах манипулировать. Для того, чтобы объяснить свои концепции онтологические. Свои концепции мира. Для того, чтобы потрясти основания. Ну, или так. Создать новый мир. То есть, возможно, его главная претензия к софистам не в том, что они манипулируют, а в том, что они занимаются этим для какой-то мелочи, для какой-то ерунды. Деньги за работой хватят. Ну, все-таки не могу не сказать, что действительно, несмотря на то, что это манипуляции, да, такие, а все равно в голове что-то переворачивается. Понимаешь, да, чем-то? Что именно переворачивается? Это как будто бы представляет какой-то новый уровень мышления, что ли, или понимание. А в чем новизна? Может быть, или понимание того, что тебя окружает, что ли. Ну, вот что он делает, на мой взгляд, Сократ вообще, там, в диалогах Платона предыдущих наших, он показывает, что то, что считается совершенно таким самоочевидным, понятным, нормальным, таковым не является. Вот это он встряхивает. И тоже он говорит, что там, вроде, с чего ты взял? И тут человек оп! И останавливается, и никак не может понять, а с чего он взял. С чего ты взял, что это очевидно, да? Да, что это, как бы, само собой. Ну, ладно, пошли дальше. Минон, по-моему, ясно. Сократ, но если все-таки добродетель, это некое знание, ведь тогда ей, очевидно, можно выучиться. Минон, конечно. Сократ, но в этом мы легко разобрались. Если она знание, то ей можно выучиться. А если что-нибудь другое, то нет. Минон, конечно. Сократ, теперь, видимо, нам и надо исследовать, что такое добродетель, знание или нечто иное. Минон, здесь действительно логично. По-моему, разобравшись в одном, надо исследовать и это. Сократ, так что же, разве по нашим словам добродетель не благо? Разве не остается в силе наша предпосылка, что она благо? Минон, остается, конечно. Сократ, значит, если есть какое-либо благо, не причастное к знанию, то, может быть, и добродетель не есть какое-то знание. Если же нет такого блага, которое не охватывалось бы знанием, то мы, предположив, что добродетель – это некое знание, сделаем верное предположение. Так, так, так. Давай еще раз. Да. Значит, если есть какое-либо благо, не причастное к знанию, вот он говорит, знание или не знание добродетель, то, может быть, и добродетель не есть какое-то знание, допуская. Если же нет такого блага, которое бы не охватывалось знанием, то есть, короче, благо охватывается знанием и не охватывается, полностью или не полностью, то мы, предположив, что добродетель – это некое знание, сделаем верное предположение. Короче говоря, есть ли такое благо, которое не охватывается знанием? Вопрос. Минон, так оно и есть. Сократ, а разве не добродетель делает нас хорошими людьми? Минон, добродетель, конечно. Сократ. Никита, ты руку тянешь. Ну, давай следующие предложения. А хорошие люди приносят пользу, потому что всякое благо полезно, не так ли? Приносят ли хорошие люди пользу? Хорошие люди часто могут приносить вред. Здесь надо определиться, что такое хороший человек по-гречески. Вот Эзоп, ой, тьфу ты, Господи, Эдип. Эдип – хороший человек. Почему? Он сфинкса убил, некоторых там врагов убил, у него есть семья, жена и дети. Он с ними хорошо обходится. Он справедлив, казнит преступников. То есть это хороший человек. Тут надо понимать, что такое хороший человек. Хороший только приносит пользу обществу. Да, который соответствует чему-то полисам, ценностям полиса. Ага, ну то есть получается, у нас хорошие люди приносят пользу не потому, что всякое благо полезно, а потому что благо – это то, что полезно, а хорошее – это те, кто приносил пользу. Сейчас, хорошие люди – это благие люди, видимо, да? Ну то есть хорошие люди – это те, кто приносит пользу, а благо – это то, что полезно, с точки зрения величества человека. А вы ведь и так должны. А не означает ли это, что благо и польза тождественны? Вот, видимо, в мышлении до-сократического грека – да. В мышлении Сократа вопрос. Ну, это окей. До-сократического грека – это так. Значит, соответственно, хорошие люди, я подозреваю, я не знаю, как в оригинале написано, скорее всего, это значит «благое люди». Ну, то есть, скорее всего, здесь он играет словами. Дальше. Минон, так. Сократ. И добродетель тоже полезным? Минон. Из того, что мы говорили, выходит, что так. Сократ. Рассмотрим по отдельности то, что нам полезно. Например, здоровье, сила, красота и богатство – всё это и тому подобное – мы называем полезным. Не так ли? Минон. Так. Сократ. Но о том же самом мы говорим, что оно порой вредит. Или это не так, по-твоему? Минон. Нет, именно так. Сократ. А как вредит? Здоровье вредит, красота вредит? Иногда. Когда чрезмерное? Чрезмерное? Ну, например, если ты красивая женщина, тебя с большей вероятностью изнасилуют. Если ты богат, тебя могут ограбить. Ну, то есть, некая чрезмерность, да, здесь? Даже не обязательно чрезмерность. Отверженность? Да, риск. Риск. Ну, ты имеешь ресурсы, чем больше ресурсов, ты имеешь. И захотят отнять тебя, да? Или ресурсы. Да. Даже не обязательно там, даже не обязательно чрезмерно, просто если у тебя есть, они могут захотеть тебя отнять. Поэтому в каком-то плане лучше не быть богатым, а лучше быть бедным, и тогда тогда будешь спать спокойно. Если у вас нет тети, её вам не потерять. Да, да, да. Так, ясно. Сократ, теперь посмотри, что управляет всеми этими свойствами, когда они приносят нам пользу, и что, когда они приносят вред. Разве правильное применение не делает их полезными, а неправильное – вредными? Минон, конечно. Сократ, а теперь рассмотрим и то, что относится к нашей душе. Сократ, называешь ли ты что-нибудь рассудительностью, справедливостью, мужеством, понятливостью, памятливостью, щедростью и так далее? Минон, называю. Сократ, посмотри, что из этого, по-твоему, представляет собой незнание. Незнание, а нечто другое. И не всё ли это иногда приносит пользу, а иногда вред? Вот, например, мужество, когда оно не имеет ничего общего с разумом, а подобно простой дерзости. Разве человек, если он дерзок бессмысленно, не несёт ущерба, а если отважен с умом, не получает пользы? Минон, именно так. Сократ, а разве не то же самое с рассудительностью и с понятливостью? С умом и образование, и воспитание приносит пользу, а без ума – вред. Минон, да, несомненно. То есть сочетание необходимо? Как человек этим распоряжается. Сократ, одним словом, разве не всё, к чему стремится душа и что она претерпевает, оканчивается счастливым, если ею управляет разум, и несчастлива, если безрассудство? Минон, да, как видно. Сократ, так вот, если добродетель – это нечто, обитающее в душе, и если к тому же она не может не быть полезной, значит, она и есть разум, ведь всё, что касается души, само по себе не полезно и не вредно, но становится вредным или полезным благодаря разуму или по безрассудству. В согласии с этим рассуждением добродетель, коль скоро она полезна, и есть нечто иное, как разум. Добродетель – это разум, он показывает, да? Иногда безрассудство бывает очень полезно. Угу, кстати, да. Минон, мне тоже… Сейчас, подожди, не скажи, что ты скажешь. А действительно, как с этим быть? Иногда безрассудство бывает очень полезно. Иногда бывает очень полезно. Ну, когда человек слишком, например, много думает и слишком рационально подходит к своей жизни, он может упустить какие-то классные возможности. Ну, и избежит рисков. Да, но он упустит какой-то, например, настоящий правиль в жизни. Нет, подожди, сейчас, Никита, получается, ты говоришь, что рассудительность, она всегда бережёт от рисков? Она же не только, например, человек может подумать, вот, сейчас самое время, и идёт на риск, потому что он рассудительно понял, что сейчас самое время. Или что риск не очень большой. Например, ну, я вспомнил Наполеона при Тулоне, просто, когда он прославился, он понял, что просто сейчас вот, да, вот там солдаты в гневе, он понял, что прямо сейчас нужно их возглавить в атаку, и они пошли, захватили Тулон. Знаешь, самое главное отличие, наверное, рассудительного безрассудного будет в том, что безрассудный, если идёт на риск, он понимает, что идёт на риск, наверное. Безрассудительный, да. А безрассудительный не понимает, он рискует просто, но вообще даже не думает, что это может что-то сделать, и он потом, ой, а что это, что это меня убили? Да, что это про меня видело смешно, если я в интернете сняли, если я вёл себя как странный человек. Самое прикольное, что ты говоришь, если это с лохом цветочным, то он-то вёл себя рассудительно, и это стало моментом смеха. Но оно ему казалось рассудительным. Он даже не понимал, что риск вообще. Он не понимал, что риск. И что? Я говорю, это не Китина нога сейчас того же маячит. Да, она в темноте маячит, меня видно в камере. Да, 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 я понял. Он не понял риск, что его выложит смешной ролик, да, с ним будет? Да, риск, он точно не понимал. То есть, одна рассудительность помешала другой рассудительности, что ли? Слушай, а в чём вообще его рассудительность? Идёт, подходит к незнакомым людям в обществе, в котором... Нет, это не этот момент, да? А то, что он не подошёл и не стал бить, он понимает, что его снимают на видео, сейчас суд на него подадут, потом их несколько человек. Нет, смотри, там же, если мы берём фабжуло этого видео, какие-то люди дерутся, незнакомые ей. Да ладно, он как дурак, да. Я говорю, какой-то человек снимал, он говорит, подходит, а зачем ты снимаешь? Он берёт у нас в обществе русском. Не принято, в принципе, незнакомым людям подходить, до них докапываться. Это осуждается по большей части. Даже если кто... Ладно, ты это сейчас к чему? Подожди, давай мы вернёмся к формуле рассудительности. Ну да, ну то есть он, получается, он не понимает, что его пошлют. Он реально, он просто... А, он не понимает. Уже там на иммунцах есть. Вот раз ему, он подошёл, не понравилось ему, что люди вот так себе будут. То есть он безрассудно, да, просто? Да, ты убери, ты вот там убери, не снимай, а то это берёт, начинает его оскорблять, он тут все, что пошли, поговорим. Ну, пошли поговорим как мужчина. Ну, отказано, ну, как его офигеть, ты вообще вступил. Ну, как так можно? Как так можно? Ну, ты тогда всё равно оперируешь к тому, что вот есть какая-то объективная рассудительность, а есть объективная безрассудность. Понимаешь, о чём нет? Ну, как и Сократ. Как и Сократ ты рассуждаешь. Ну, потому что этому мужчине, например, казалось, что он очень рассудительный, ну, что это очень рассудительный поступок. Он явно не бездумно это делал. У него была какая-то своя, там, мыслительная фабула, да, там, понимаешь, о чём я? То есть они существуют и рассудительность, и нерассудительность в определённом контексте только. Рассудительность и безрассудство. Ну, Сократ не согласится. А мы же собираемся, а я же сегодня работаю тем, кто не соглашается с Сократом. Ну, это я тебе так просто, как... А Василина меня навела на эту мысль. Вот, что есть, что рассудительность и безрассудство, они как будто бы в контексте каком-то есть. Ну, короче, меня это всё равно смущает, я имею в виду, это сентенция Сократа, что всё благодаря разуму или по безрассудству. Смущает меня это. Ну, типа, взял как-то узел, как будто. Что такое разум, что такое безрассудство? Что такое безрассудство, когда-то? Ну, кроме вот моего, моей теории. Никита, камера есть, да, 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 хорошо. Ну вот, Сократ же в прошлом диалоге, а именно Федре, был за манию, да, мания, помните, одержимость, это ведь безрассудство, и он выступал за, он показывал, как она диалектически, диалектически сопрягается с рассудительностью. Потому что она работает на пользу. Человек влюбляется, теряет голову, и таким образом он чувствует, как его крылья начинают отрастать. Да, и там безрассудство его вообще-то приобщается. Вот именно, как в божественных поэтов, как говорят. Ну, давайте посмотрим, куда дальше Сократ заведёт беднягу Минона. Бедного несчастного Минона. Сократ, ну а то, о чём мы сейчас говорили, богатство и всё прочее, что иногда бывает полезным, а иногда вредным. Если разум, управляя всем в нашей душе, делает её движения полезными, а безрассудство вредными, то разве не та же самая душа делает богатство и прочее полезным, правильно пользуясь и управляя им, а пользуясь неправильно – вредными? Ну, тут понятно. Выиграл лотерею и всё отпустил ещё в долгах, в долгах, в частных случаях. Минон. Это верно. Сократ. Но ведь правильно управляет всем этим разумная душа, а неправильно – неразумная. Минон. Так оно и есть. Сократ. Значит, можно сказать вообще, что в человеке всё зависит от души, а в самой душе – от разума, если только душа хочет быть благою. И сказанного нами выходит, что разум полезен. Но ведь мы говорили, что и добродетель полезен. Ага. Слушайте, ну вот здесь вообще на ум приходит, на память, мне лично приходит Гегель, который показывает, вот тут всё, есть выход для Сократа и для меня, который показывает, что разум вмещает в себя рациональность, но не только, или рассудок, но не только рассудок. Разум – это гораздо больше, чем рассудок. Почему он тогда говорит? То есть он говорит, что зависит от разума, и если читать через Гегеля, это не значит, что от рассудительности. Или только от рассудительности. Минон, конечно. Сократ. Значит, мы утверждаем, что разум – это добродетель, либо вся, либо часть её. Вот, отождествление. Минон, по-моему, Сократ, ты очень верно говоришь. Сократ. Если всё это так, то люди верно добродетельны не от природы. Минон. Видимо, нет. Что это значит, не от природы? Сократ. Сократ. Люди добродетельны не от природы. Может, он имеет в виду природы как фьюзис? Просто некая натура. Ну, не в смысле натура человека, а как бы не биологическая штука, добродетель. Но на это он не от природы. Минон, видимо, нет. Сократ. А ведь могло бы быть и так. Если бы люди рождались хорошими, то были бы и у нас знатоки, которые умели бы распознавать юноши с хорошим характером. А мы, по их указанию, отбирали бы таких и хранили как сокровища под печатью в Акрополе, оберегая пуще золота, чтобы их никто не испортил. Потому что, войдя в возраст, они стали бы очень полезны для государства. Так. Похоже, этот диалог написан после государства. Что-то мне стало показаться. Или наоборот, это про лук. А он когда так говорит, понимаете, там как бы он людей как породиста щенков предлагает в самом детстве отбирать. А здесь, смотрите, раз, какой заход. Там, это прямо, там сравнение идет с породистыми щенками. Эти стражи породистые щенки. А здесь он раз, и сказал то, что англичанам бы не понравилось. Минон, так оно и было бы наверняка. А где бы, подожди, он бы сказал. Что, 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 что именно англичанам бы не понравилось. О, что, что, не с рождения мальчиков видно, добродетельные они будут или нет. А в Британии с рождения видно. Ну, ты родился с молнией на этом? Или нет? Ну, понял, да, о чем? Магл ты или нет магл? Магл ты демонизируешь в Британии. Нет. Я ее ангелизирую. Идеализирую. Не, ну там же очень четкая правая система. Я имею в виду, это же сословное, сословное общество. Вон, я смотрел с гоблином, короче, английский переводчик, британский переводчик. Они записали огромный курс по фильму «Джентльмены». И они каждую там строчку разбирали, и англичанин рассказывал, о чем там вообще речь. Нам это вообще непонятно. Там все в контексте Лондона. То есть, оказывается, не такой, чтобы в фильмах я думал. Хотя все равно он не очень. И он рассказывает, этот герой, он говорит, моя семья 300 лет занимается пивоварением. Ну, в смысле, мы богаты вообще 300 лет. Но нас не берут. И никогда не возьмут. Для нас вход закрыт. Мы не те, мы не аристократия. И никогда не медленные. Кого угодно послушай, кто живет в Англии. Там очень, ну, всегда обязательно рассказывают об очень жестких границах дозволенного для того или иного кассы. Вот и все. В этом смысле, вот Америка, конечно, там дофига есть возможности пробиться. А в Британии нет. Ну, ладно, короче говоря, в общем, как будто бы то, что сейчас Сократ сказал, да, это вот анти вот такая вот система. То есть, ну, не от рождения. То есть, то, что он говорит, это надо развить, а не... Видимо, есть в каждом, даже в рабе есть. Берите, развивай, раб станет прекрасным человеком. Ну да, то есть, в общем-то, в этом смысл всего его спектакля. Да. Посмотри, раб, он не тупой. Ему можно тоже научить, просто уровень уже другой. Не научите его. Ну, скажем. Да. Как сказать, лишить покоя его надо. Да, очень прикольно. У него какая-то одновременно как будто бы и правая, и левая действительно риторика каждый раз. Потому что я же начала делать доклад там про женщин как раз. И то же самое по большому счету. Показывает, что вот эти тоже люди, грубо говоря. Слушай, а тут же получается, что раб в каком-то смысле для этой цели даже лучше, чем свободный будет, потому что у него нет его самодовольства. Нет. Он возьмет, он как минимум начнет в эту игру, он как минимум идет, начинает с Сократом в эту игру играть. А очень многие свободные люди сказали бы, ну типа, Сократ, ну ты что за ерунду занимаешься, не буду такими про диалетику. Раба так сильно выбрать нет. Да, я и так понимаю. А тут раз Сократ, ну да, у раба нет выбора, но зато он поставлен в условия. Точно так же, как и дети, и ребенок. Ребенок это раб, ребенка отправляют в школу, его тоже каким-то образом пытаются ему это выбирать. Да, да, да. С разным успехом, но все равно этот успех значительно больше, чем если бы школы не было. Окей. Едем. Сократ. А у нас шесть минут осталось. Ага. Но если хорошие люди становятся хорошими не от природы, значит они достигают этого путем обучения. Минон. По-моему, иначе и быть не может. Ведь из нашей предпосылки, Сократ, ясно, что если добродетель это знание, то ей можно выучиться. Сократ. Может быть, клянусь Зевсом. Ну а вдруг наша предпосылка была неверна? Минон. Но ведь только недавно нам казалось, что мы говорили правильно. Сократ. А нужно, чтобы не только недавно казалось, что говорили мы правильно, но и теперь, и впредь, если сказанное должно сохранять свою силу. То есть, так, еще раз, да? То есть, сам Сократ говорит, а вдруг наша предпосылка неверна? Проверяйте уже все варианты. Ну, как он и показался, Рабун, да? Мало чего тебе показалось. Теперь давай проверим. Да, я тоже подумала о том, что это тоже есть, вот это вот опорье, в которое он вводит, и потом... Минон, как же так? Почему ты недоволен и сомневаешься в том, что добродетель — это знание? Сократ, сейчас скажу тебе, Минон. Мы правильно говорили, что если добродетель — знание, то ей можно выучиться. От этого я не отрекаюсь. Но посмотри сам, не должен ли я сомневаться в том, что она — знание. Скажи-ка мне вот что. Если какой-нибудь вещи, любой, не только добродетели, можно выучиться, то не должны ли тогда быть учители и ученики? Минон. Должны, конечно. Сократ. И наоборот, если мы предположим, что нет ни учителей, ни учеников, то не будет ли в верном заключении, что этой вещи выучиться нельзя? Ну, тут как сказать? Ну, не будет. Человек же может сам выучиться? Сам же может разобраться методом научного тыка, так сказать? А он метод научного тыка без учителей? Да. Откуда у него этот метод научного тыка, простите? Он берет, тыкает, тыкает. Ну, откуда там у первобытного какого-нибудь кроманьонца было то, что он тыкал-тыкал и научился зажигать огонь? Это если было так, как тыкал. Ну, смотри, боги ему дали огонь. Да. Может быть, было так, в смысле. Может быть, но ребенок же берет, он же все равно очень многому учится. Ребенок ходить учится. Ну, ребенок тыкает, кстати, да. Как ты сказал, грудь – это не геометрия. Нет, он не так сказал. Он сказал, это не квадрат. Это элипс. Это про вас. Не, ну, а что? Суть-то в том, что ходьбе ребенок именно что учится. Грудь он берет, хватает интуитии рефлекторно. А ходить-то он учится. Почему он учится именно методом этого? В смысле, он при помощи родителей вообще-то взрослого учится ходит. Он сам тебе никогда в дикой природе оставишь ребенка, он у тебя не будет ходить. А говорить? И говорить он не будет. Он не будет говорить, он не будет ходить. Он не будет понимать символического. Ну, даже он прямохождение не выучит. Кстати, да. То есть, чтобы ребенок ходил, ну, предположительно, необходимо вокруг вот это социальное давление, когда все ходят прямо. За ручки поддерживать. А молоки мало. Ну да, учителя. Он даже так не встанет, не пойдет. Ему надо держать. Артем, ну, есть, вот ты как молодой отец, вот вопрос как раз-таки к тебе. Молодой папа. Да, молодой папа. Есть ли какие-то навыки, которые апраксия явно освоила просто вот сама абсолютно? То есть, ты вот ее никто не учил, ее этому? Я деть. Это вопрос с заковыркой. Она живет в социальной среде. Ну, а что здесь понимается, кратко, под учителями и учениками? Ну, слушайте, была, короче, штука с апраксией. Это интересный момент. Она сейчас не помнит. Мы ее напоминаем. Она сама, я не помню предпосылок, выдумала слово «наситук». «Наситук» — это страшное. Вот когда кто-то пугает, это «наситук». Вот это было очень странно. Где она? Мы пытались найти, где хоть какая-то предпосылка слова «наситук». Но не получается. Ну, она мое имя тоже выдумала. Кстати, да. Так что хз. А в смысле это слово есть? Реально? Нет у этого слова «наситук». Она придумала. И вот как? Да, ну надо же что-то опереться, чтобы это слово придумать. Она, типа, узнать. На что-то, может, и оперлась, но мы не заметили. Пошли гулять с ней, а там мальчишка переоделся в волка. Она еще только-только там ходит, еле-еле, говорит или печет. Она как-то видела, перепугалась, как побежала ко мне, кричит, говорит, «Там «наситук», «наситук». Ну да, я теперь Иосина. Иосина. Вот она Галя сказала, что ее зовут Иосина. Иосина. Иосина? Иосина. Даже как-то по-гречески. Короче говоря, так что вот Никита ответил вопрос. Ну, это не совсем то, конечно. Ну, а другого нету. Вот ходить все равно люди, да, ползать, брать игрушки. Ну, что-то хватать, да, хватать. Хватать ребенок будет в любом случае. Смотри, вот Ньютон. Давайте мы начнем с того, что настоящих детей Маугли, настоящих, в природе не существует. И быть не может. Нет, тут вопрос еще, что... Поэтому мы не можем сказать. Тут вопрос еще, а Сократ вообще говорит про все знания? Или вот про какую-то конкретную? Потому что, ну, хорошо, Ньютон, например, или Галилей, они же сами, им же никто не научил законам физическим. Они сами их открыли. А до этого были тысячелетия социального труда. Были тысячелетия социального труда, которые утверждали, что если бросить шарик... Вот у тебя есть шарик, который весит один килограмм, шарик, который весит 10 килограмм. Если ты их бросишь, люди веками, тысячелетиями были уверены, что то, что тяжелее, упадет быстрее. Ну, то есть это интуитивно, да, вот это было, а Галилео говорит, а вот... Ну, давайте за этим посмотрим. В смысле, тысячелетиями вырабатывалось, ну, скажем так, научное мышление. Вот, чтобы он взял, засомневался... Ну, вернее, при посылке к научному мышлению вырабатывались тысячелетиями. Ну, при посылке, а тут появился он ушел. А тут вот некая революция происходит. То есть, ну, он же все... Ну, хорошо, он на что-то опирался, но он берет же все равно сам в итоге это знание получил. Не, ну, они же где-то что-то проходили, какое-то обучение. Там Ньютон, он же там алхимиком был. Ну, он берет, создаёт уже новое знание, открывает, а нет... На основе какого-то своего все равно учения. Понятно, что он совершает революцию. Это правда, что он, что Галилей, что Декарт потом интеллектуальную революцию совершает и так далее. Это правда. Но, видишь, Сократ утверждает, что без учителя, который хотя бы где-то раньше был, да, этого не произойдет. Ладно, давайте завершать на сегодня. Что сказать надо? Ну, скажи резюмиру, как тебе это полкушку. А, это надо... Опыт, да. Кстати, об опыте надо повторять. Мы это будем делать. Давайте внедрять эту общую культуру. Можете даже подумать, кто хочет быть следующим. Чтобы один человек два раза подряд не был мерзавцем, неудобным учеником и так далее. Лиза, спасибо. Вот. В принципе, и онлайн тоже можно, я думаю. Ничего страшного, если интернет позволяет. Так, ну что, на чем мы остановились? Мы, короче, остановились на моменте знания и учителя, да? Да, что происходит. Давай. Это я к вам подвешиваю, что вообще происходит у нас. То есть у нас что произошло? В начале диалога Сократ путает Минона и показывает, создает ему опорию, показывает, что мы не можем говорить о добродетели о том, что как ей научиться, как ее овладеть. Там, по-моему, в начале было такое. Пока не поймем, что оно такое. Потом он показывает, что мы никак не можем определить, что такое добродетель. Определить из твоей обычной позиции, в которой ты находишься. Вот из этой позиции это просто невозможно. А из какой позиции? Большой вопрос, что это за позиция. Позиция знания. Позиция знания. А, да, 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 да. Позиция знания. Потом он показывает, насколько важна позиция незнания. Он подводит раба и показывает ему, что тот интуитивно тоже, интуитивно убежден в своей правоте. В два раза больше каждую сторону, да? И показывает, а вот теперь смотри, позиция незнания приводит ему к тому, что он явно заинтересовался в геометрии и начал вырабатывать логические какие-то там законы. Сам там, ну, как-то доходить. Но в этом смысле он говорит о том, что мы рабы, и нам нужно это. Нам нужен учитель, который разворошит наше осиное гнездо. Нам нужен вопрос. Нам нужен вопрос. А вопрос задаст другой всегда, да? А потом уже мы сами себе сможем задавать вопросы. Причем раб же там, судя по всему, ребенок. Ребенок, мальчик. Да. И мы дети. В этом смысле мы должны быть подобны детям. Слова тоже одного персонажа, который, похоже, Сократ закончил. И он, использовав этого раба, его отфутболивает и продолжает разговаривать с Миноном и начинает вести какой-то такой дискурс, которого раньше не вел. Да, про что-то там, это знание или не знание. Ну, и у нас тут такой логический... Ну, он начинает просто эти вопросы прямо вот здесь задавать. А если вот так, то? А если вот так, то? Если то. И говорит, давай сомневаться даже в предпосылках. Тот, как так? Да мы же были уверены. Он говорит, нам казалось... Он говорит, да какая разница, что нам казалось? Креститься, говорит, надо. Что нам казалось? Мы тут ведем научный разговор. Понятно, что еще науки как такового нету, но они уже ведут научный разговор. То есть это прямо научный дискусс. Ладно, все, в следующий раз продолжаем в том же духе. Подумайте, кто бы хотел. Если не подумаете, буду назначать по журналу. Все. Я, кстати, по журналу. Да, потому что первый раз это должно быть насилие. А дальше уже все. Дальше уже по журналу. Все, пока.